Ассалам алейкум! Сегодня я хочу продолжить с вами тему имен существительных и плавно перейдем к имени прилагательному. Итак, мы помним из предыдущих уроков, что имя существительное у нас обозначает предмет и отвечает на вопросы «кто? что?». Бош формасы – главная начальная форма имени существительного, именительный падеж. Ким? Нема. Кто? Что? Джонлик, Джонс изнарся, бзгет. Показывает нам. Допустим, именительный падеж «кто?» в мужском роде – анвар. Что? Телефон – мужской род. Главный, Рустеля, да, именительный падеж «от». Теперь, чтобы нам узнать, какой анвар, какой телефон, точно так же в таком же падеже, в таком же роде у нас будет имя прилагательное. В имени прилагательном тоже начальная форма именительный падеж. Но имя прилагательное отвечает на вопрос «какой мужской род?», «какая женский род?», «какой средний род?». Об этом я вам попозже расскажу. А сейчас давайте посмотрим на примере. Допустим, Масалань. Маленький анвар пошел в детский сад. Кем? Кто? Анвар. Анвар – именительный падеж. Анвар какой? Маленький. Анна бусфар – прилагательный. Мужской род – единственное число. Анвар существительный у нас, мужской род – единственное число. Прилагательное – будет точно такое же. Мужской род – единственное число. Имя прилагательное согласуется с существительным в роде, числе и падеже. Именительный падеж – анвар, именительный падеж – маленький. Существительный вопрос – кто? Прилагательный вопрос – какой? Мужской род. Телефон. Что? Телефон. Телефон какой? Телефон большой, чёрный. Это у нас всё показывает имя прилагательное. Имя прилагательное нам показывает вкус, допустим, вкусный чай, сладкий чай. Телефон большой, новый, красивый, прошитый. Всё это у нас показывает имя прилагательное. И дальше я вам покажу, если, допустим, имя существительное женского рода или среднего рода, как согласуется с ним имя прилагательное. И прошу вас обратить внимание на окончание, так как в русском языке окончание нам показывает всё. И какому роду принадлежит, и куплик-берлик, множественное число, единственное число. Сейчас я вам всё это напишу. Как мы смотрим? В первую очередь, какого рода у нас существительного? Какого рода у нас существительное? Точно такого же рода у нас будет имя прилагательное. Сфат. Откана хабуса, сфат худышу на хабурады. Хараурин. Масалан. Журнал. Мужской род. Единственное число. Мужской род. Единственное число. Булады. Мужской род. Аканчание сфат. И. Ой. И. Допустим, после В большинство у нас окончание И булады. Всегда. Вообще, окончание И это окончание именительного падежа мужского рода. Вот эти вопросы, какой, какая, какое, это у нас именительный падеж. Имени прилагательного. Начальная форма. Бош форма сфатники. Именительный падеж. И теперь смотрите. После Ша у нас окончание бывает ОЙ. После Ка И. Допустим, большой дом. Дом. Мужской род. Единственное число. Сфат худышу на хабурады. Мужской род. Единственное число. Русский город. После Ка. После Ка, Ге, Че, Ше, Ща. Как мы знаем из множественного числа, когда мы проходили, всегда пишем букву И. Хороший. Тоже в большинство случаев мы пишем И. Это у нас окончание И. Ой. Окончание с твердой основой имени прилагательного. На мягкую основу я вам напишу слова. Вы их выучите. И вам будет легко ставить легкие, мягкие окончания. Женский род. Окончание АЯ. Твердая основа. ЯЯ. Мягкая основа. Именительный падеж женский род. Вопрос. Какая? Допустим, книга. Какая? Новая. Окончание АЯ. Река. Какая? Большая. Песня. Какая? Русская. Ручка. Какая? Хорошая. Средний род. Окончание ОЕ. ЕЕ. Твердая основа. Мягкая основа. Это я говорю про окончания. Чтобы вы на них обращали внимание. Поэтому я говорю основа. А на самом деле вот у нас здесь на какое у нас идет окончание. Обращаем внимание прежде всего на род. Здание средний род. Новое. Большое окно. Русское слово. Хорошее письмо. Во множественном числе рода нет. Вопрос во множественном числе. Какие? Окончание ИЕ и Е. Допустим. Новые журналы. Русские города. Новые книги. Русские песни. Новые здания. Русские слова. Более подробно, кого заинтересует имя прилагательное, пишите нам. Мы вам вышли в наши электронные книги, аудиозаписи. Там более подробно все вы это узнаете. Сейчас я вам покажу окончание на мягкую основу. В каких словах они пишутся. Вы их запомните и будете знать, где у нас пишется твердая основа. И, ой. А где мягкая. И, я, я. Здесь в таблице у нас предоставлены прилагательные на мягкую основу. Мягкая основа в мужском роде. Синий шар. И сыскачен айтасис на мягкую основу. Оосцы знаки паскишна поигу. Боарады. Масана. Синий шар. Допустим, вопрос задаем. Какой? Голос у нас наверх. Синий шар. Последний урок. Зимний месяц. Вчерашний день. Женский род. Мягкая основа. Я, я. Какая? Синяя. Мягко говорим. Синяя ручка. Последняя лекция. Зимняя шапка. Вчерашняя газета. Здесь у нас окончание женского рода. Средний род. Окончание е е. Синяя. Синяя. Море. Синяя. Последние. Занятия. Зимяя. Пальто. Вчерашние. Сообщение. Хочу обратить ваше внимание на букву ща. Вот. Когда у нас встречается в словах, вы произносите как две буквы. Как будто у вас здесь буковки две. Сообщение. Слышите? Сообщение. И здесь, когда у нас и е, мы произносим сообщение. А бу как будто отдельные. Е. Сообщение. Множественное число. Какие? Обратите внимание, вопросы хамма, с, брхл. Твердая основа, мягкая основа. Везде одинаковые вопросы. Какой, какая, какое. Во множественном числе. Какие? Множественное число. На мягкую основу окончание у нас и е. Синие шарфы. Зимние месяцы. Синие ручки. Зимние шапки. Синие моря. Зимние пальто. Смотрите. Пальто. Здесь пальто множественное число. Здесь пальто множественное число. Это у нас будет отдельная тема. Несклоняемые имена существительные. Что значит несклоняемые? Это значит, что эти существительные не изменяются по падежам. Допустим, шарф. Что шарф? Чего шарфа? Чему шарфу? Что шарф? Чем шарфом? О чем? О шарфе. А пальто у нас везде будет. Что пальто? Чего пальто? Чему пальто? Что пальто? Чем пальто? О чем? О пальто. Пальто. И множественное число. Одно пальто. Много пальто. Бул. Сузлар. Пальто. Кофе. Метро. Хичхачот. Узгармиды. Это я вам попозже уже расскажу. Сейчас обратите внимание на окончание. Посмотрите более подробно на нашем канале. Сейчас я вам запишу, какие слова у нас на мягкую основу. Чтобы вы их запомнили. Там 12 слов. И знаете, что в этих словах всегда мягкая основа. В остальных твердая основа. Уй. Ой. Ая. Ое. Хорошо? Давайте. Итак, главное вам нужно запомнить. Запомните прилагательные на мягкую основу. Какие эти слова? Вот у нас в именительном падеже. Какой? Эти слова у нас звучат так. Запомните их. Здесь 12 слов. Синий. Домашний. Соседний. Последний. Зимний. Весенний. Летний. Осенний. Утренний. Вечерний. Вечерний. Сегодняшний. Вчерашний. Вчерашний. Здесь все у нас окончание И. И. Если, допустим, это у нас окончание мужского рода, да? Если у нас какой-то предмет существительного женского рода. Как у нас это поменяется окончание? Мы уже из предыдущей таблицы знаем. Допустим. Ручка. Синяя. Ручка. Домашняя. Булочка. Соседняя. Девочка. Последняя. Задача. Ясно? Если у нас, допустим, окончание среднего рода. Ее. Правильно? На мягкую основу. Как у нас здесь будет меняться? Допустим, вот. Соседнее. Здание. Последнее. Задание. Окончание. Ее. У нас средний род. А если у нас множественное число? Допустим. Последние. Занятия. Множественное число. Окончание у нас. И. Ее. Я хочу дать вам домашнее задание, чтобы вы сами для себя потренировались, закрепили эту тему. Свои комментарии, свои ответы можете писать к нам. Допустим, возьмем любое существительное. Вот я вам пишу домашнее задание. Дом. В мужском роде. Допустим, ручка. Дом. В женском роде. Мыло. В среднем роде. И возьмите любые прилагательные. Допустим. Дом. Мужской род. Прилагательный у нас большой. Коттовый. Дом. На твердую основу. Допустим, здесь у нас мягкая основа. Какую мы прилагательным подберем? Допустим, синий. Дом. На твердую основу. Ручка. Женский род. Красная. Ручка. Или, допустим, синяя. Ручка. Вот у нас твердая основа. Это у нас мягкая основа. Мыло. Средний род. Допустим. Красное. Ое. Твердая основа. Мыло. Си. Нее. Средний род. Мягкая основа. Мыло. Прежде всего запомните, какого рода у нас будет существительное. Точно такого же рода, такого же числа у нас будет прилагательное. Всего доброго и до новых встреч.